Во флоридском парке Эверглейдс прожорливый захватчик пожирает аборигенных обитателей. Численность популяции оленей сократилась более чем на 90%. Апоссумов более чем на 95%. А енотов более чем на 99%. Даже рыси оказались на грани полного исчезновения. И кто же виновен в этом пищевом безумии? Враг народа номер один – тигровый питон. Будучи одной из самых крупных змей в мире, тигровый питон весит до 90 килограммов, а его длина превышает 6 метров. Тигровый питон не насытен, как ни одно другое млекопитающее Эверглейдс. Он атакует заостренными зубами, затем оборачивается вокруг жертвы и душит ее. И наконец змея вытягивает челюсть и проглатывает обед целиком. Изначально тигровых питонов завезли в Соединенные Штаты из Юго-Восточной Азии в качестве питомцев. Сбежавших или отпущенных на свободу особей оказалось достаточно для быстрого размножения на воле. Сейчас на заболоченных территориях Флориды может быть уже более 100 тысяч питонов. В 2012 году власти США запретили импорт тигровых питонов. Слишком поздно. Невероятная прожорливость этих огромных змей гонит их все ближе и ближе к жителям Флориды. У питонов убийственный аппетит и, похоже, никто не может чувствовать себя в безопасности. Даже миссисипский аллигатор. Пожалуй, с взрослым аллигатором ему не справиться. А с детенышем? На просторах Эверглейц идет эпическая битва между выпирающими животами. И тигровые питоны пробиваются в ряды высших хищников, съедая всех на своем пути.